У меня будет слово, слово, которому мне доверили братья. Оно, конечно, не экспозиционное, это не экзогеза, но все-таки теплится в моей надежде, в моем сердце, что это будет не тазик, а вы будете приближаться ко Христу, вы глубоко проанализируете свое состояние и полюбите Христа еще больше. Наш главный текст, он написан во втором послании Тимофея, и даже хоть наш акцент стоит на сосудах, все-таки задача апостола Павла была нарисовать образ христианина, достойного христианина, на который может Тимофей опираться, на кого будут смотреть другие люди, кого примет действительно Господь. И апостол Павел, он Тимофея приводит в пример и сравнивает его не только с сосудами, а еще есть другие, он сравнивает его с воином, он сравнивает его со спортсменом, земледельцем, делателем, сосудом, с рабом, а в начале второй главы он обращается к нему как к сыну. Все для того, чтобы показать образ настоящего христианина. И тема моей проповеди будет «Связанный христианин» или по контексту главы «Связанный воин». Текст, который мы будем читать, он написан в этой же главе, в второй главе второго послания Тимофея, третий, четвертый стих. Я прочитаю. Итак, «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает с себя делами житейскими, чтобы угодить военно-начальнику». Друзья, речь пойдет о войне, об одном из семи сравнений, которые приводит Павел к Тимофею. И начнем мы, конечно же, с война. Мы обратим внимание на три момента. Первый – это войн, что такое дела житейские, и что такое угождать Иисусу Христу, своему военно-начальнику. И первое, на что мы обратим внимание, это на понятие «воин». Как Иван уже сказал, наша молодежь не стоит на месте, и подростки в том числе, и все активно изучают Писание, ты уже не подойдешь просто так, не скажешь. И даже в послании Тимофею, я говорю, реальный пример, когда мы говорим с подростками, они могут сказать, «Брат, дорогой, читай внимательно, послание Тимофею написано кому? Тимофею. Я? Не Тимофей. Будем еще внимательнее? Тимофей – это кто? Служитель. А Иван еще раскрыл карты, что ему более сорока лет. Вот это да. Мне? Еще не сорок, да и я не служитель. Поэтому можно ли человека, можно ли вас, молодежь, назвать воинами? Кто считает, что воинами нас назвать нельзя? Поднимите руку. Будем проверять моторику. А кто считает, что все-таки воинами нас можно назвать? Поднимите руку. Так, не так много. Давайте, может быть, мой вопрос был невнятен, и руку поднимите повыше. Кто считает, что его можно назвать духовным воином? Поднимите, пожалуйста, руки. Прекрасно, великолепно. И это действительно так. Я прочитаю еще одно место из Писания, где апостол Павел уже обращается не к служителю. Он обращается к рядовым верующим из Ефеса. В послании Ефесяна мы прочитаем шестую главу. С десятого стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясов через славаше истинную, облегшись броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Аминь. Какая яркая картина. И эта яркая картина нарисует христианина как воина. Каждого из нас, дорогие братья и сестры, можно назвать духовным воином. Но я хочу обратить внимание не просто на сам образ воина, а когда же происходят сражения, эти духовные сражения. Здесь из послания Ефесяна мы можем читать 13 стих, говорит о злом дне. То есть о дне наступления зла. Но если мы почитаем с вами послание евреям, 12 главу 4 стих, там написано «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Кстати, подвязаться это тоже можно перевести, как сражаться, бороться, воевать. И вот, друзья, когда мы встречаемся с грехами по понедельникам, по вторникам, по пятницам, или все-таки каждый день мы встречаемся с грехами какими-то, искушениями, испытаниями, кто считает, что мы встречаемся каждый день, друзья? Кто считает, что каждый день? Вот, мы уже на три нарывали, мы еще не раз поднимем руку, не раз, друзья. Очень хорошо, когда мы можем с вами общаться. И действительно, это сражение, это духовное сражение против власти тьмы, против нас же самих по плоти. Дьявол ходит, как рыкащий лев. И вот, представьте, такому воину апостол Павел пишет и говорит, что, не отвлекайся, не связывай себя. И, в принципе, это логично. Если бы мы участвовали с вами в сражении, и нас в сражении связать, чему будет это подобно, друзья? Что с нами произойдет? Мы умрем, мы погибнем. И апостол Павел говорит, если тебя связать делами житейскими, то ты просто погибнешь. Ты погибнешь духовно, потому что мы находимся в эпицентре сражения, друзья. В самом эпицентре. И оно никогда не остановится. Оно будет продолжаться до того момента, пока не придет Христос. И это очень опасно быть связанным. Сейчас сидящие здесь максималисты, я думаю, это более молодые люди, они скажут, все, я готов все оставить, учебу, работу, лишь бы не быть ничем связанным. Буду петь в хоре, петь в хоре и воевать. Правильно ли это будет решение? Правильно ли это вывод, друзья? Как вы считаете? Тут можно сказать нет или да? Правильно? Нет. Это неправильно. Потому что если мы будем читать внимательно, если мы даже, давайте посмотрим на самого апостола Павла, он, да, он созидал церкви, но еще апостол Павел шил палатки, чтобы никого не обременять, он занимался житейскими делами, чтобы обеспечивать себя и своих сотрудников. То есть, занимался апостол Павел житейскими делами или нет? Да, он занимался именем. И он не может Тимофею сказать, чтобы он ими не занимался. Поэтому, друзья, давайте прочитаем еще раз внимательно. Тут написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть, ключевое здесь слово связывает. Именно связывает. Ну, давайте, чтобы было более понятно и дальнейшее размышление, оно пошло более гладко, можно вывести два тезиса. Поскольку мы с вами живем в материальном мире, а воюем в основном в духовном, то что бы с тобой ни происходило, где бы ты ни находился, ты должен сохранять образ христианина. Ты должен быть христианом внутри, снаружи. Ты должен оставаться христианином. И второй тезис, который можно отсюда вывести, поскольку мы воины, мы сами себе не принадлежим, что бы ты ни делал, это не должно препятствовать твоему служению Христу. Тут все понятно, друзья? Тут все понятно. Ничего сложного нет. И вот, давайте обратим внимание на слово связывает. Это слово связывает, немножко экспозиции, буквально с греческого, оно означает ткать. То есть, быть опутанным множеством связей. То есть, это не веревки, это ниточки, друзья. Это ниточки. То есть, есть какие-то маленькие ниточки, и она не одна, житейская ниточка, которая может связать христианина, который потом не сможет служить Богу. И я бы хотел пару ниточек вместе с вами обнаружить. И перед тем, мы к этому приступим, я хочу задать вам достаточно такой откровенный вопрос. Наверное, больше братьям, хотя сёстры тоже могут с радостью ответить. Друзья, кто бы хотел из вас, чтобы Господь вас обильно благословил материально? Вот материальные благословения. Миллионы, может, у кого-то дерзновения, миллиарды. Кто бы хотел, чтобы Господь благословил вас материально? Поднимите руку. Давайте, ну смелее, братья, неужели? Давайте, братья, кто вы? Кто бы хотел, чтобы Господь вас благословил материально? Может быть, не как Соломона, но всё-таки серьёзно благословил? Поднимите ещё раз эти руки, хочу посмотреть. Сёстры тоже молодцы, дерзновение есть, всё прекрасно. А вот у меня теперь другой вопрос. А кто бы хотел принять о себе такую волю, чтобы Господь использовал вас, будучи бедными? Кто бы хотел, чтобы Господь сделал вас бедными? И эта бедность не на год, не на два, а длиною во всю жизнь. Поднимите руку. Кто бы хотел принять о себе такую волю? Друзья, ну же. Слава Господу. А? Для чего? Так, друзья. Тем не менее, судя по отсутствующим рукам, мы, друзья, нашли маленькую-маленькую ниточку. Ниточку, которая способна связать христианина. И эта ниточка, знаете, как называется? Как вы считаете? Эта ниточка называется обольщение богатством. Эта ниточка называется обольщение богатством. И мы её чуть-чуть больше раскроем. Но вы уже сейчас видите, как человек, он готов к Божьим серьёзным материальным благословениям, но к нищете он не готов. Не готов. И чтобы идти дальше, давайте всё-таки поставим точку, может ли Бог желать нищеты. Есть прекрасное послание Иакова. И в первой главе, с первого по восьмой стих Иаков описывает пример, точнее, механизм, как человек в гарниле, в таком, в Божьем процессе, у него формируется вера, характер, терпение, как Бог проводит человека через испытание. То есть, со второго по восьмой стих Иаков описывает, как происходит испытание. А вот с девятого по одиннадцатый стих он поднимает душотрепещущий вопрос, который актуален и сегодня, который и нас сегодня заставил чуть-чуть задуматься. Он поднимает вопрос богатых и бедных. И я прочитаю, друзья. Дохвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота виды ее, так увядает и богатый в путях своих. Аминь. Иаков, будучи пресвизером, он понимает, что в его собрании есть богатые и бедные люди. Между ними не то, что ров, социальная пропасть, пропасть огромная, непреодолимая. Один вынужден думать, чтобы ему поесть завтра, а другому и работать не нужно. И даже его дети не нужно будут работать. Один беден, другой богат. И как же Иаков, он бедного человека утешает? Он говорит, ничего, у тебя все получится, ты только соберись, ты только соберись. Так он говорит? Он ничего, никаких надежд на будущее богатства не дает бедному. Он говорит, ты уже сегодня можешь радоваться тому, что ты имеешь высокое звание во Христе Иисусе. Ты можешь быть или уже ты часть Царства Небесного, ты царственное священство, и это должно вызывать у тебя радость. Аминь? Аминь. Конечно. И казалось бы, богатому еще сложнее, да? Ему тоже говорит Иаков, что твои богатства, они ничего не стоят по сравнению с тем, что ждет тебя на небесах. Более того, пока ты работаешь, ты можешь исчезнуть в любой момент, когда даже не запланировано. Ты пошел на свою встречу, на какие-то дела, и тебе раз, и нет. И ты должен понимать, что как ссор, как цвет на траве, это все пройдет. И ты должен понимать, это со смирением. Друзья, кому проще, богатому или бедному? Бедному, да? А Библия говорит иначе, трудно богатому войти в царство небесное. Бедному попроще. И вот, друзья, мне хотелось бы, мы уже с вами убедились, что Библия не пропагандирует социальный успех. В Библии нету задачи социального уравнения. Может быть, кто-то из вас здесь будет очень сильно богат, а все остальные будут перебиваться с корку на корку. И такое Господь может допустить, если на то будет его воля. И вот, мы дальше тянем эту чудесную ниточку. Кстати, в послании Тимофея, в первом послании Тимофея, в шестой главе, в пятом стихе написано, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Никогда ваша святая отделенная жизнь для Христа не будет служить для прибытка. Никогда. Этому не учит Библия. И, вы знаете, этот мир сегодня говорит иначе. У тебя все получится. Если у этого недалекого парня получилось, то у тебя точно получится. Так говорит мир. Сегодня мир говорит другие слова. Он пытается вдохновить, он пытается на какие-то подвиги человека сподвигнуть. И человек начинает работать. Человек начинает учиться. Он не замечает, как эта ниточка связывает, перевязывает, потому что он не хочет находиться в этом состоянии, в котором он находится сейчас. Он не хочет. И вот ты приходишь к такому человеку и говоришь, предположим, Вася, Вася, сегодня молодежка. Говорит, не могу, я работаю. Хорошо. Вася, пойдем к старцам на посещение. Не могу, я работаю. Вася, слушай, это воскресенье тебе было не видно. Мне с неба деньги не падают, я работаю. И я не говорю, что работать не надо, но это послание, послание Тимофея, оно говорит, что твои действия, твоя работа, твоя учеба, она не должна тебя связывать в служении. И вот нашего Васю она непосредственно связала. И вот, друзья, этот мир, он потихонечку, потихонечку начинает связывать. Вопрос возникает, откуда же берутся вот эти ниточки, откуда же берутся эти неверные связи. И сразу же я бы хотел прочитать Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. Опасеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Когда мы вспоминаем эти стихи, мы чаще обращаем внимание на что? На слово Божье, правильно? Но еще возникает вопрос, откуда появились тернии. Друзья, кто-нибудь, когда ему что-нибудь сажал? Друзья, кто-нибудь что-нибудь сажал? Поднимите руку, кто-нибудь что-нибудь сажал? Я вот недавно начал сажать, приобрел участок, начинаю сажать. И вы знаете, такое ощущение, как будто бы терния не появляется сами собой. Ну как вы думаете, они просто материализовали тернии? Или все-таки кто-то туда посадил? И кто-то туда посадил? Ветерок, кто-то посадил этот чудесный страничок, который ты пытаешься вывести? Он там появился. И вы знаете, вот здесь конкретно тернием как раз-таки обозначена наша ниточка обольщения богатством. И вот где же мы нахватались этих чудесных терний, друзья? Как вы думаете, откуда к нам прилетает максимальное количество терний, которое прям заглушает любое семечко, которое не позволяет нам принять волю Божию о себе? Друзья, как вы думаете, откуда больше всего прилетает к нам терний? Но откуда? Из наших, конечно же, социальных сетей. Откуда же еще? Откуда же еще? Потому что даже та социальная сеть, которую сейчас нельзя называть, вот ты открываешь ее, смотришь на эту чудесную картиночку и там такие хорошие успешные люди, да? Вы когда видели аккаунт про неудачника там? Кто подписан на аккаунт неудачника? Нет? У меня нет социальной сети, но я уверен, что там таких точно нет. Ну зачем такого смотреть? Ну незачем. Даже есть в ютубе некоторые каналы про людей социально можно сказать откинутых за обочину, но там больше про помощь этим людям, да, про слезливые моменты, про поощрение какое-то. То есть на людей за бортом никто не хочет смотреть, поэтому когда ты заходишь в эту чудесную социалочку, я взял с собой телефон, вот у меня есть, можно сказать, что ты просто посыпаешь себя терниями, ты просто высыпаешь на себя тернии, мышление мирское на тебя просто сыпется, сыпется и сыпется, и эти тернии, они мешают принять тебе волю Божью о себе. И вы знаете, самое страшное, что эти тернии, они формируют наше мышление, они формируют наши цели, и вы знаете, в маркетинге есть такая чудесная вещь, как определение управления ожиданиями. Предположим, я продаю яблоки, предположим, я продаю яблоки, кстати, кто знаком с этим термином управления ожиданиями? Кто знаком с этим термином? Рад за тебя, дорогой. Значит, я продаю яблоки, они уже такие, ну, червивенькие, я бы сказал, еще день, и все, им конец, и у вас буквально один день, чтобы их съесть. И вот я продаю яблоки, брат тебя как зовут? Леша. Я говорю, Леша, яблоко, оно червивенькое, как бы, ну, оно вот, ну, и Леша меня упрашивает, я хочу купить, я говорю, Леша, да я бы тебе, ну, вот как-то, ну, день тебе буквально съесть. И вот Леша берет, пускай за рубль, или даже почти бесплатно, и он не успел его съесть, его съел червяк, или оно сгнило. Леша огорчился? Как вы думаете? Нет, я ему сказал, что этому яблоке все, ему не жить, ему день. А если я Леше, говорю, ты знаешь, Леша, как тебе повезло, невероятно, до таких яблок, до таких вот наливных, не смотри на внешний вид, ты не пробовал вкус, его ждет там белок, да? И вот Леша покупает у меня килограмм таких яблок, приходит домой, кусает, а оттуда торчит червячок. Будет Леша рад этой покупке? Леша, ты будешь рад? Леша не будет рад. И вот в первом случае я управлял его ожиданиями, я говорю, Леша, это плохие яблоки. Во втором случае разочарование приходит тогда, когда он ожидал большого, а не получил практически ничего. И вот сегодня этот мир пропагандирует свои великие цели. Не для того, чтобы ты их достиг, а для двух вещей. Первое, для того, чтобы ты сегодня был недоволен тем положением, в котором ты находишься. Раз. И когда ты просто собьешься с ног, будешь искать какого-то невероятного счастья, тебе постигнет разочарование. Один молодой брат, не знаю, можно ли назвать его братом, ребенок верующих родителей, даже был членом церкви, он приходит и говорит, Бога нет. И мне хочется сказать, да и аминь, такого Бога, в Которого ты веришь, Которого ты себе придумал, такого Бога не существует. Не существует Бога, Который хотел бы благословить каждого здесь материально. Не существует Бога, Который хотел бы ответить на каждую вашу молитву, для вашего благосостояния, для вашего успеха, для ваших невероятных побед, чтобы именно о вас была эта социальная сеть, и все вокруг сказали, Ого, вот этот человек, такого Бога не существует. И когда человек, он насыпает на себя кучу этих плевел, погружается в эту социальную сеть, погружается в интернет, да не важно куда, он смотрит на эти картинки, смотрит эти видеоролики, а может он даже нашел человека, который сказал, ты знаешь, когда-то я был таким, как ты, но сегодня у меня совсем другое место, и всего за пару рублей я открою тебе все эти секреты, и ты такой думаешь, наконец-то, нашел я этого пророка, и ты смотришь этого пророка, ты вдохновляешься, но в конце тебя ждет разочарование, и вместо того, чтобы как Иаков говорит, сегодня ты можешь быть счастливым, уже в своем положении, даже бедного человека, ты можешь быть счастливым, потому что у тебя великое положение в Царстве Небесном, не здесь, а в Царстве Небесном, этот мир показывает далекие-далекие цели, и ты начинаешь связывать, связывать, связывать себя, и эта ниточка тянется и тянется, превращается в большой-большой канат, и ты не способен служить Иисусу Христу, ты не способен угодить, потому что ты недоволен, недоволен тем, что с тобой происходит, и потому что ты бежишь совсем за другими вещами. И вы знаете, я бы хотел немножко привести тоже пример про угождение, и мне отчасти горестно, потому что тема уже была конкретно о связанности, но я надеюсь, что братья больше расскажут о Иисусе Христе, потому что мотив нашего служения, он всегда заключается в любви к Иисусу Христу, всегда. В Библии очень много моментов, где написано, что ты должен, ты должен, 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 и это действительно так. Но ты должен тогда, когда ты любишь Иисуса Христа, ты должен тогда, когда ты понял, что Христос для тебя все, и тогда даже вопрос не стоит, что ты должен, ты просто отдаешь, ты доволен каждой секунды, проведенной с ним, пускай это даже не какое-то психологическое состояние эйфории и радости, но у тебя есть внутри убеждение, что Христос умер за тебя и Он ждет тебя там в Царстве Небесном. Он твой Спаситель. И вот, вы знаете, мы должны, конечно же, угождать нашему Спасителю Иисусу Христу, но мы потянем еще за одну маленькую ниточку, мы ее тоже найдем. В последнее время этот вопрос, он меня сильно смущает, и вы наверняка его слышали, который вводит многих из нас в заблуждение. Допустим, ты встречаешься с братом или сестрой, кого-то он не видел, и ты спрашиваешь, что, привет, как дела? Андрей, как у тебя дела? Алексей, Алексей, да, прости. Отлично, да? Ты учишься, работаешь? Учишься. Вот, внимание, вопрос. Тебе нравится твоя учеба? Сам вопрос, друзья, а тебе нравится? А тебе нравится? И хочется, серьезно? Это главный вопрос, который мы хотим, задать, тебе нравится, и мы так часто его задаем, есть даже люди, которые говорят, если тебе нравится работа, то ты не проработаешь ни одного часа, потому что она так тебе нравится, это даже не работа. И сегодня мы так сосредоточены на том, что нам нравится, мне нравится. А апостол Павел рисует для Тимофея образ воина, который делает не то, что ему нравится, он делает то, что ему говорит военно-начальник, он делает то, что ему приказано, и христианину не должно нравиться все подряд. Мы вспоминали Иакова, когда Иаков пишет с великой радостью, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, можно перевести это слово тоже как испытание, пирасмус, но смысл в том, там написано в повелителем наклонении, с великой радостью, то есть Иаков повелевает, а почему повелевает? Да потому, что радости маловато, когда ты впадаешь в различные испытания. Ты такой, хорошо, денег не стало, заболел, дом сгорел, слава Богу, да? Вот так хорошо. Нет, мы переживаем, но смысл и не в эмоциональной радости, и смысл не в том, что нам должно это нравиться, потому что Бог допускает цепочку событий, где испытывается наша вера, цепочку событий, благодаря которым сформируется наше терпение. Кстати, терпение тоже интересный момент, что оно означает стоять, находиться на одном месте, то есть терпение говорит о том, что ты встал и все, и готов до конца жизни так стоять. Да, но тебе не нравится, эти обстоятельства тебе не нравятся, но ты готов стоять до тех пор, пока Господь тебя не уберет эти обстоятельства, не ты их сформировал, Господь тебя в них поместил. И вот человек, у кого, кто обвязан этой ниточкой, мне нравится, а это не нравится, это делать не буду. Другая обратная сторона, есть люди, которые участвуют в служении, например, поют в хоре или играют, это великолепное служение, и они делают не потому, что хотят поклоняться Христу. Друзья, это, надеюсь, не о вас, не о вас конкретно, а потому, что им просто это нравится. Потому, что им это нравится, они это делают. Понимаете, разница? Не потому, что я хочу угодить Христу, а потому, что мне это нравится. Но рано или поздно придет момент, когда это не будет нравиться. Вы в церкви столкнетесь с какими-то людьми. Вот, допустим, вы решили заняться, помочь церкви, пристроить предположим колясочную. И у вас вроде как немало братьев, и вам нравится строить, и вы строитель, вы великолепный человек, вы сильный муж. И вы говорите, мы построим, построим, и приходишь только ты. А больше нет никого. И вроде бы дело, которое тебе так нравилось, оно начинает тебе не нравиться. Почему? Никого нет. Никого. Это как? Это что за братья такие? И человек, который обвязан ниточкой, житейской, нравится, он рано или поздно приткнется. Апостол Петр подходит ко Христу, ну, наверняка, уже, казалось бы, достигнув какой-то высоты, он говорит, сколько мне просочать брата? Семь ли раз? Мы часто над Петром, Петр, ну что ты? Да вы попробуйте два раза брата простить. А Петр семь. Семь называет. Два раза тяжело. И вы знаете, действительно, человеку, которому нравится, рано или поздно оно не понравится. Но человек, который готов угождать Христу, он стерпит все. Он достроит колясочную один. И его любовь к братьям и сестрам, она не станет меньше. В нем не станет меньше разочарования, потому что единственное, что он хочет услышать, как написано в Евангелии от Матфея, хорошо. Помните про раба, как Господь говорит? Что говорит Господь? Хорошо, раб, да? Войди в радость Господина своего, потому что ты делаешь не то, что тебе нравится, ты хочешь угодить Богу и хочешь услышать именно эти слова. Давайте напоследок, я смотрю, вы очень серьезные, тема, возможно, с богатством мне очень понравилась, я приношу извинения свои, не вдохновил, согласен, но тем не менее, хотелось бы вам пару еще ниточек житейских. Вот, друзья, кто еще не женат, поднимите руки, пожалуйста, братья, кто не женат, а сестра, кто еще не замужем, кто еще не замужем, есть такие, да, прекрасно, прекрасно, пусть Господь вас благословит. Пошло оживление, живая тема. И вот вам тоже, давайте найдем еще одну ниточку. И вот ты, дорогая сестра, повелительница социальной сети, которая совершенно, конечно же, никаких плевел, ничего, не действует ничего на тебя, абсолютно. Эти тысячу фильтров, которые ты ставишь на свои фотографии, они об этом не говорят. Тебя все устраивает в своей внешности, все прекрасно. это не плевел, это ерунда. И вот ты, повелительница этой социальной сети, позволяешь себе немножко почитать роман или посмотреть, как сейчас, я удивлен, я удивлен, я думал, туда оно ушло, посмотреть дораму. Это ж надо же, дораму. Корейская мелодрама, сериал такой. И вот, значит, эта великолепная дорама, этот великолепный роман, он рисует в тебе образ непревзойденного мужчины, который готов предоставить тебе возможность спать до десяти, приносить тебе куриный бульон, когда ты болеешь, носить на руках, дарить цветы каждый день. И этот великолепнейший принц, он хочет покорять твое сердце каждый день. И вот, этот брат из другого собрания, он делает тебе предложение, и все сходится, вот она, дорама моя. Да? А брат? Брат, он смотрит несколько иначе, он думает, ну, хорошо, чтобы была хорошая, готовила хорошо, чтобы я встал и уже не пельмешки там какие-то, а что мыть вкусненькое. И на обед, чтобы что-то было, и вечером что-то было, когда с работы приду. А если еще не буду задавать лишних вопросов, когда я устану, великолепно. И вот эти два одиноких сердца встречаются в браке. И что происходит? Мир, покой, счастье, радость? Нет. Они оба повязаны ниточками, ниточками обмана этого мира. Им предоставлена неверная картина супружеской жизни. И их ждет бытовые конфликты. Бытовые, можно сказать, простите, разборки. И такой человек, какой бы он ни был прекрасный брат, какой бы он ни был прекрасный, вроде бы, будущий служитель, он повязан по рукам и ногам своими житейскими проблемами, потому что у него представление о жене, о супружестве, о женитьбе, неверное. И у нее тем более. Друзья, мне хотелось бы уделить внимание немножко тому, как можно вот эти сорнячки плевело убирать. Единственное средство, единственное средство, а я уверяю вас, друзья, у каждого в разуме полно сорняков. Возможно, вы не смотрите Дорамы, да? Возможно, вы даже не смотрите социальные сети, вы большой молодец. Вы просто любите смотреть на хорошие машины. Возможно. Или вы читаете книги Александра Дюма, вы не то, чтобы вот эти миллениалы, вы совсем другой человек. А, сейчас не миллениалы, да? Сейчас другие. Зумеры, зумеры, по-моему. Вот. Друзья, все равно в нашем разуме очень много плевел. и выдергать эти плевелы, пролить свет, способно только Слово Божье. И если ты сегодня хочешь служить Иисусу Христу, если ты сегодня любишь Иисуса Христа, если ты осознаешь, что ты воин Христов, и что эта битва происходит 24 на 7, и ты не хочешь, чтобы никакие ниточки тебя не связывали и не мешали тебе служить своему любимому Господу, то тебе необходимо читать Писание и читать как можно больше, чтобы вот это сатанинское мышление, сатанинский обман, который мир так активно сеет твое сердце, ты мог его изобличать, проливать свет и влагать мышление Божье. Я прочитаю послание Римлянам, 12 главу, там написано так, Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Великолепно. И дальше. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Дело в том, что когда человек согрешил, он не знает, что нужно Богу, он не способен вот так встать и сказать, да, действительно, это нужно Богу, он не может. Но единственное, что может человек сказать каждый, он может сказать, что нужно ему. Человеку, мне. Поэтому Павел пишет, что вы должны обновляться, преображать свой ум, узнавать, что есть воля Божья, выдергивать эти сорняки, выдергивать эти плевелы. И по-хорошему, дорогие друзья, будет очень хорошо, если вы приняете решение не только выдергивать эти плевелы, читая Писание, но примите решение, в принципе, не засорять мозг с этим плевелом, прекратить этот контакт с миром через социальные сети. Вы знаете, когда я стал членом церкви, я попрощался с контактом, это было лет 6-7 назад. Такое великолепное событие. Все мои 1552 друга, 1552 ближайших моих друга перестали интересоваться моей жизнью вообще. я каждому смс-очку написал, вот мой номер, пишите мне. Жена пишет мне. Еще есть тут один брат, дядя Сережа. И все. Вот они, друзья. Я получил невероятное освобождение, когда я просто отключил этот волшебный аккаунт. Друзья, я желаю вам всем, и мне в том числе, чтобы наш разум был наполнен Словом Божиим. Чтобы мы читали Слово Божие не по остаточному принципу. Ой, ну вот силушки осталось богатырское, вот буквально чуть-чуть. И я прочитаю главу. А сколько ты провел до этого времени в своей дараме, дружок, друг, брат, сестра, сколько времени? Сколько времени ты гладил свой телефон по-современному свайпил? Сколько? Сколько ты его поглаживал? Мне кажется, это самые сильные пальцы у человека сегодня. Друзья, Библию нужно уметь читать. Ее нужно читать. И когда они молодежь спрашивают, а сколько читать? Я говорю, как минимум 10 глав. Скажу, 10! Да ты что? Уже считают, что я какой-то революционер. Друзья, 10, да это немного. Просто мы сегодня не способны воспринимать информацию через чтение. Мы не способны сегодня воспринимать слово, потому что видеоряд и картинки, они заходят для нас лучше. Вы знаете, если мы обратим на Ветхий Завет, на как Господь обучал Моисея, чтобы Моисей обучал детей, он обучал так. Моисей, ты должен нарисовать красочные картинки для своих детей и рассказывать происход. Так? Так? Должны были родители рассказывать происход, нарисовать красочные картинки и показывать своим детям? Да, друзья, так? Так же должно было быть? Нет! С 5 лет, а то и раньше, люди начинали изучать дети Слово Божие, заучивать его наизусть. Никаких картинок. И даже сегодня в нашем посткоммунистическом пространстве картинки, книжки с картинками для кого, друзья? Для кого, друзья, книжки с картинками? Для взрослых людей? Они для детей. Они для детей. И сегодня у нас, к сожалению, детское мышление. Сегодня, к сожалению, у нас очень много плевел. И я желаю вам, друзья, чтобы Слово Божие, как обоведу острый меч, оно проникало в ваше сердце, чтобы вы хотели познавать своего Господа, влюблялись в Него каждый день, в каждую секунду, чтобы никакая плевела, она не связала вас для служения Иисусу Христу. И чтобы вы любили своего Господа, познавали Его, читали Божие Слово все больше, больше и больше. А нашему Господу слава за все. Аминь.